Всем привет дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей и все в жизни когда-то случается впервые. Первый поцелуй, первое домашнее животное, первая прочтенная книга и еще множество различных событий, которые случаются в первый раз. Знаменитости и различные популярные личности в этом плане тоже не исключение. И многие события в их жизни также когда-то происходили впервые. Поэтому сегодня мы с вами глянем как Милли Бобби Браун, которая совершенно недавно на премии Kids Choice Awards 2021 удостоилась звания любимой актрисы, решила пооткровенничать и рассказать о многих событиях и моментах в жизни, которые с ней происходили впервые. Начиная от первого сказанного слова и первого лучшего друга и заканчивая первой сыгранной ролью и первым появлением на красной дорожке. Ну и параллельно мы с вами естественно нарисуем небольшой арт. А если у вас есть желание поддержать канал или отправить теплые обнимашки автору, то подключайтесь к моей спонсорке в Бусти или на самом канале. Все ссылки в описании. Итак, обычно в детстве, когда ребенку исполняется ну где-то годик, первым словом от него родители ожидают услышать мама или папа. Но так случается не всегда. И первое слово Милли было... Моим первым словом было кака. Таким было мое первое слово. Я родилась в Испании, это мое первое слово. А что, у всех детей, которые родились в Испании, популярное первое слово это кака? Не знаю, как это связано, может быть и не как. Потому что кака она и в Африке кака. Но услышать от ребенка, что ты кака, конечно, не слишком приятно. Думал, что хороший папа оказался какой. Далее у Милли спросили о ее первой тайной любви. То есть о первом актере или музыканте, который ей очень сильно нравился. То есть, ну, ну краш, это же ведь краш. Моим первым звездным крашем был Джастин Бибер. По-моему, если быть честной с тобой. В смысле, вчера вечером я думала о том, кто бы это мог быть. Потому что моя мама сказала, что это был Зак Эфрон. Окей? Зак Эфрон точно не был моим первым крашем. Джастин Бибер со своим... Типа от этого? От этого я прям тащилась. Гарри Стайлз тоже, конечно же, шел в этом направлении. Тимоти Шаламе сейчас. Я думаю, мой краш. А как я встретила Джастина? Мы прошли мимо него на музыкальном фестивале. Я прошла мимо него на Качееле, но... Коачелло — это фестиваль музыки и искусств в долине Коачелло. Один из самых крупнейших, известных и прибыльных музыкальных фестивалей во всем мире. Который, конечно же, в этом году был отменен по всем известной причине. У меня... У меня... Да, он... Он очень хороший человек и... Я... Ну знаешь, мне нравится его музыка и он такой крутой. А вот с Тимоти Шаламе я не виделась. Я думаю, что я бы потеряла сознание и это попало бы в заголовки газет. И, эм... С Гарри Стайлзом, да, я встретила его на... Концерте Арианы Гранде. Он там был ее поддержкой. Было приятно с ним встретиться. Далее у Мили спросили о ее первой книге, которую она прочитала. Первая книга, которую я прочитала, была Робинзон Круза. Крутая книжка. Я читала ее в школе. О, или Очень голодная гусеница. Очень голодная гусеница – это детская книжка с картинками. В которой слов, конечно, было немного, но зато посмотреть было на что. Книга была нарисована и написана детским автором книг Эриком Карлом. И рассказывает про гусеницу, которая все жрет. Что ж, если вам слишком тяжело читать Робинзона Круза, то эта книжка прям то, что нужно. И, кстати, это неплохой способ очень быстро набить себе огромную библиотеку прочитанных книг. И когда спросят, сколько книг ты в своей жизни прочитал, можно без зазрения совести сказать, да, штук 500 где-то. И не важно, что в этих книгах два слова на 10 страниц. Но Мили в нашем случае просто была очень близка к сердцу жрущая гусеница. Очень хорошая книжка. И мне это прям очень знакомо. Я всегда голодная. Как следует покушать это святое. У многих людей в детстве, а может быть даже и сейчас, есть свои кумиры. Люди, на которых они равняются и подражают им. Так вот, какой первый пример для подражания был у Мили? Моим первым образцом для подражания был персонаж Ханны Монтаны. Я хотела быть Ханной Монтаной. Очень хотела. Это, конечно, не мой кумир, но песня, о господи, только не ностальгия, нет. А я живу две жизни, и от каждой беру то, что мне понутру. А я живу две жизни. В общем, в 12 лет в душе был концерт, понимаете? Причем струя воды из души, которая выступала в роли микрофона, прям в рот херачила. Как известно, Мили обожает домашних питомцев и с большой радостью и удовольствием заводит себе новых собачек. Ну а какая же собачка была в ее жизни самой первой? Моим первым питомцем была Долли Браун. Она была лучшей собакой на свете. И она была породой английский мастиф. Ого, да это не собака, это прям-таки танк. За такой великаншей, как я понимаю, у нее была девочка, она явно была как за каменной стеной. У каждого из тех, кто любит музыку, случается такой момент в жизни, когда ты ставишь полюбившийся себе трек на повтор. И просто заслушиваешь ее до дыр, и автоматически подсознательно начинаешь подпевать. Так какой подобный первый трек был в жизни Мили? Первая песня, которую я заслушала до дыр, была ТикТок от Кеши. Вот так. Мой братик подпевает на заднем плане. Да, это моя любимая. И да, я ставила ее на повтор, потому что хотела выучить все слова. А, ну и зачем, спрашивается. Зачем напоминать, теперь у меня снова это будет стоять на повторе. Хотя я даже слов там не могу выговорить. Далее у Мили спросили о первом фильме, который она впервые посмотрела на большом экране, то есть в кинотеатре. Первым фильмом, который я посмотрела в кинотеатре, был Инопланетянин. Я смотрела его в Испании с мамой, и по-моему, я даже плакала. Мама сказала, что тогда я поняла, что у тебя были настоящие... То есть мне было всего 4 годика, и я плакала на этом фильме. Наверное, тогда у меня было реально большое сердце. Тогда. Я испытывала такие эмоции. Знаешь, как я вообще тогда поняла этот фильм? По-моему, это нормально. Даже в 4 годика можно поплакать над фильмом, который ты не понимаешь. К тому же, возможно, она плакала от того, что просто испугалась инопланетянина, а не от того, что фильм там был грустный. Хотя я в детстве, помнится, всплакнул от фильма «Короткое замыкание». Всегда было печально, когда гасят невинных роботов. Далее у Мили попросили назвать первого человека, которого она могла назвать своим лучшим другом. У меня есть два первых лучших друга. Первый, мой самый, мой самый, мой самый первый настоящий лучший друг, была Саммер Шервуд. Все еще лучший друг. Ее дыре на следующий день после моего, поэтому мы всегда проводили их вместе. Наши семьи сдружились, и мы были знакомы еще с младенчества, поэтому я не смогу точно сказать, когда мы встретились. Но с Гри и Морган я познакомилась через ее отца, который был сценаристом в шоу, в котором я участвовала в 9 лет. И он привел свою дочь на съемочную площадку, и мы сошлись с ней просто как по щелчку. И мы дружим с ней с тех пор, как мне исполнилось 9. В следующем у Мили спросили о ее первом поцелуе на камеру. И мы-то все прекрасно знаем, что это был за поцелуй, и даже с кем, но тем не менее. С Финном Вулфордом в первом сезоне очень странных дел. Конечно, это было очень неловко, но знаешь, когда твой папа за этим смотрит, и съемочная команда за этим наблюдает. И знаешь, вообще потом вся семья это увидела, когда он вышел. Так что да, это такой интересный момент. Но я ко всему этому привыкла, и знаешь, это часть моей работы. Далее у Мили спросили о ее первом стеснении, то есть о моменте смущения или неловкости. Окей, первый раз, когда я реально стеснялась, был. Никогда. Я никогда не стеснялась. Я была готова на все, так ведь, Чарли. К сожалению. Да, к сожалению, я никогда не стеснялась. Поэтому я не могу тебе сказать время. Потому что я всегда принимала то, что делаю. А, угу, вон как. Ну да, судя по тому, насколько она энергична и какие пляски любит устраивать, о каком смущении здесь вообще может идти речь. Следующим у Мили спросили о ее первой подписке в Инстаграм. И о том, кто первый подписался на нее в ответ. Моя сестра Пейдж. У меня не было тогда много подписчиков, и я думаю, что я даже не рассчитывала, что она подпишется на меня в ответ. Первым человеком, что подписался на меня в ответ, очевидно, была не Пейдж. Наверное, моя мама. Мама. Да, моя мамочка. Ну конечно, кто как не мама может поддержать в такой ситуации? Далее у Мили спросили о ее первом путешествии. Моим первым путешествием, в которое я когда-либо поехала, была Флорида, когда я была маленькой. И я ничего особо не помню, но это было мое первое путешествие, в котором я была. Я также родилась в Испании, поэтому папа сказал, что первые четыре года моей жизни были каникулами. Хм, родилась и сразу каникулы, зашибись. Так сказать, отпуск после тяжелого девятимесячного пребывания в утробе. Далее у Мили спросили, когда она впервые поняла, что хочет стать актрисой. Ну, я думаю, что всегда знала, что хочу стать актрисой. Не думаю, что у меня было когда-то что-то типа... А-а-а! Понимаешь? Я думаю, что всегда было так, что я хотела быть похожей на Хану Монтану и появляться на экранах телевизоров. Так что... Эй, мам, пап, помогите мне с этим. И это случилось. Ого, замечательно. Эй, мам, пап, у меня здесь к вам вопросик, я хочу... Пошел в жопу! А, ладно. Именно этого я и хотел. Далее у Мили спросили о ее первом живом музыкальном исполнении. Первое музыкальное исполнение вживую у меня было на Summertime Ball. Это ежегодный что-то вроде музыкального фестиваля в Лондоне. И я ездила туда три года подряд. Мне очень понравилось. Я наблюдала там за кучей народу. И я, по-моему, следила там за одним направлением. Было здорово. Далее у Мили спросили о ее первой роли, которую она сыграла, и где произошло ее первое появление на съемочной площадке. Первую роль, которую я сыграла, была в Алисе, в Стране Чудес. И я сыграла маленькую Алису. Это было круто, мне понравилось, я получила отличный опыт. На мне было синее платье. Меня покрасили в блондинку, и это было очень забавно. Первый раз на съемочной площадке я оказалась в Алисе в Стране Чудес. Я играла Алису. Это первое появление на съемках. Что касаемо блондинки, вспоминается тот самый блондинистый парик. Неужели это отсылка к Алисе в Стране Чудес? А что, вполне возможно. Также у Мили спросили о её первой прогулке по красной ковровой дорожке. Моя первая красная дорожка была на Бафта Ти Парти в Лос-Анджелесе. Я прошлась по этой дорожке, и у меня случилась паническая атака. Я не переносила вспышки, они пугали меня. И я помню, как сказала папе, что мне это не нравится, я не хочу делать этого снова. И он окей, но уходим. Ну а сейчас, не думая, что мне стало лучше на этих красных дорожках, думаю, я всё ещё испытываю такие мини-панические атаки внутри себя, потому что это всегда стресс, когда вот так выкрикивают твоё имя. Да, сейчас лучше, сейчас я лучше справляюсь. Ну а вообще, от резких ярких вспышек может и эпилепсия случиться. Недаром перед началом некоторых игр выскакивает сообщение о том, чтобы вы были осторожны. Мол, у нас в игре бывают разные вспышки там, поэтому если у вас вдруг случится припадок, мы не виноваты, мы вас предупреждали. Далее у Мили попросили рассказать о том, когда её впервые узнали на публике. Я была в Палм Спрингс, я вошла в вестибюль, а это было через два дня после релиза «Странных дел», и кто-то выкрикнул «Эй, ты та девочка из «Странных дел», сериала, который вышел». Я подумала тогда, о мой бог, у меня была очень короткая прическа, и это было очень круто. В следующем у Мили спросили, когда она впервые осознала, что она знаменита. Первый раз, когда я осознала, что я знаменита, я ненавижу это, но я всё равно скажу об этом, потому что я не думаю, что я когда-либо осознавала это, а потому что я думаю, что если бы я осознала, было бы плохо. Это не нужно осознавать. Когда я встретила Обаму, я думала, он скажет, ну, знаешь, ты та девочка из «Странных дел», но он не так сказал, он сказал намного круче. То есть Обама сказал такой, мне нравится твой сериал. И я такая, о мой бог, не могу поверить, что я разговариваю тут с президентом. Так что да, это было потрясающе. Да, на самом деле, хороший совет, ведь изознаваться это всегда плохо. Да и звёздная болезнь уж точно никого до добра не доводила. Бывают в жизни случаи, когда сомневаешься в том, что делаешь. И особенно сильно назревают эти сомнения в тот момент, когда у тебя что-то не получается. Так вот, у Милли спросили, когда она впервые засомневалась в своей карьере. Это было за три дня до проб в «Странных делах». Я была в Лондоне и провалила всё. Не было никакой работы месяц за месяцами. Я такая, ну как так? Это так несправедливо, меня отвергали и отказывали. Говорили, нет, очень много раз. То есть, а где мне теперь брать работу? И потом, очевидно, ворвались странные дела, и я настойчиво продолжила дальше. Так что, я не то чтобы сомневалась в карьере, но это то, о чём бы я хотела думать. Просто потому, что это непростая отрасль, в которую очень сложно втянуться. Да, да, неудачи и отказы, сомнения, отсутствие вдохновения, опущенные руки и так далее. Довольно частая проблема во многих сферах деятельности. И с этим либо справляешься и до последнего ждёшь чуда, либо нет. Но даже если так, побороться через не могу, всё-таки иногда стоит. Потому что, кто знает, может быть ещё чуть-чуть. И вот-вот перед тобой распахнётся путь какого-нибудь второго Леонардо Ди Каприо, или той же Милли Бобби Браун. Ну а теперь пришло время глянуть, какой арт у меня вышел в этот раз. Другие мои работы вы можете посмотреть у меня в паблике, либо на страничке в инстаграм. А на этом всё. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, что поддержать меня и мой канал, вы можете став моим спонсором на Бусти, получая при этом эксклюзивный контент. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok